Пропагатор Хорошо, зачем он нам нужен? В прошлый раз мы говорили про структуру амплитуды в Рейджевском пределе То есть как выглядит амплитуда Амплитуда выглядит так Вот, например, у нас потон сталкивается с протоном Для этого мы должны вычистить матричный элемент Матричный элемент выглядит как-то так То есть у нас электромагнитный ток Вот, скажем, от X И тут у нас есть протон в конечном состоянии Протон в начальном состоянии Е в степени S Вот, то есть электромагнитный ток Пришел из фотона Электромагнитный ток это вот это вершина Жмем Вот, дальше Протон начальный, протон конечный Он летит на нас Он создает некое поле, которое мы считаем полем ударной волны И мы считаем матричный элемент этого тока Вот по состояниям протона То есть для начала в таком внешнем поле На диаграммах можем это нарисовать вот так Вот электромагнитный ток в поле ударной волны Почему я не рисую по фотону? Потому что фотон с глюонами не взаимодействует Вот, точно такая же формула Такой же структур есть для кварка Я ее тоже писал Для кварка она пропорциональна Вельсинской линии в фундаментальном представлении Для глюона Вельсинской линии в присоединенном представлении Вот, то есть наш вот такого рода маточный элемент Будет равен следующему Мы подставим пропагатор в поле ударной волны Для кварка и для антикварка Это электромагнитный ток, вершина простая Вот, это все-таки в конечном состоянии Протон и антипротон Ну есть еще два кварка отсюда Я могу написать Так как я фотон уже убрал Электромагнитный ток написал Я могу написать вот тут вот П и Ку-Ку-Бар То есть есть протон Протон и кварка И антикварка Вот эти Да То есть что я напишу Я напишу Значит я напишу Еще раз Амплитуда перехода к чему Что было в начале, что в конце Так нет Это я вот ровно В прошлый раз Только на примере двух фотоков рассказывал Значит Хорошо У меня есть амплитуда перехода Протон в конечном состоянии Кварк-антикварк В конечном состоянии В начальном состоянии Фотон и протон Ну это будет Дефрикционное рассеяние Фотона на протоне Вот Значит теперь Фотон как выражается Это будет С-крест На вакуум По электромагнитному полю Да Из экспоненты Мы спускаем Один электромагнитный ток Вот И в электромагнитном токе У нас интеграл Дх Пси Х А Х Пси Е в степени С Вот этот С-крест Со спаривается Остается просто Электромагнитный ток Жмю Вот я его написал Вот он Жмю Вот И у нас Экспоненты С действием Осталось Мы ее По идее Должны разлагать 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 По глионам И Получать все Вот эти глионы Которые у нас Вошли в ударную волну И Интегрировать По ним Вот Поэтому Если я уберу Вот фотонную часть Которая Ну просто считается Электродинамика У меня получится Вот такой Маточный элемент Вот Используя пропагаторы В поле ударной волны Он у меня будет Выдвинуть Вот так То есть Это Дз1 Дз2 Перпендикулярная Некое выражение От З1 З2 Х На У З1 У З2 С какими-то Индексами То есть Вот тут у меня З2 Скажем З1 Да В точке Пересечения Ударной волны У меня Стоят Вот эти Операторы Вельсинские линии Для кварка Вельсинские линии Для антикварка А сами линии Это Такого рода Пропагаторы Которые я вам Писал в прошлый раз Для кварка Вот Они вошли сюда То есть Это Известные величины То есть Это Какие-то Дроби Которые можем Проинтегрировать Получить число Да То есть Вот это число Это импактфактор А вот это Оператор Который Тут остался Он зависит От внешнего поля Внешнее поле Определяется Протоном Поэтому Маточный элемент По протону Остался А кварки Они в верхнем блоке Они вошли Вот в этот пропагатор То есть Кварки Опять-таки Это Циклы Ну там Акресты Операторы Рождения Ну тут будут Уничтожения В конечном состоянии Кварков Мы их спарили С нашим пропагатором Получили наш пропагатор И это вошло В F F Называется Импактфактор Фактор Вот это Это маршемент От наших операторов Версенских Вот Один у меня с крестом Да Один Значит без креста Это кварк Дальше Если я говорю о том Что протон В конечном состоянии Остался протоном Понятно что То есть Цвет вниз не пошел То есть Это все бесцветный объект Вот Поэтому Я могу по этой линии Вот тут у меня шел цвет Значит Он пришел И вот тут у меня бесцветный проектор Потому что У меня Не пошел Цвет вниз Бесцветный проектор Это дельта и жи Поэтому Я могу сразу написать Что В случае В случае Который я рассматриваю На протоне Это у меня будет Узят один Это будет просто след Вот Тут свет сохраняется Тут я вешу Бесцветный проектор Все Ну с кем-то коэффициентом Но Это не важно То есть Вот такая структура Амплитуды Все Теперь Это мы считаем По теории возмущения В принципе Это мы умеем вычислять Вот Это Это некий объект Который зависит От внешнего поля И причем В этом поле Есть ограничения Что Я могу Написать Тут Буквки Это Так что у меня Вот она Так что у меня Вот это Б Б От З Это Есть Там Д4П На 2Пи в четвертой Е в степени Минус ИП Так ИП З Вот На Б От П И тут Я ставлю Эту функцию Что это у меня Медленные Глюоны Я их называю То есть П плюс Делить на мой Какой-нибудь Реперный П плюс Большой Он у меня Меньше Чем Е в степени Это Вот То есть Это Так я определил Внешнее поле Те которые были Больше Они вошли сюда Потому что Здесь вообще говоря Есть поправки И вот Когда я буду Считать эту диаграмму Я буду там брать Быстроты больше Чем вот Мои Быстроты Обрезания Вот Хорошо Но это будут Уже поправки А в главном порядке В Борновском Это просто Один кварт пролетел Сюда Один кварт пролетел Сюда И все Это два пропагатора В поле внешнее Во внешнем поле Вот То есть У меня вообще говоря И вот эта Функция зависит От моего обрезания И вот эти Вот Теперь Как я говорил На первой лекции Вот это обрезание Это Это быстрота Она содержит С Вот То есть Если П Большой Плюс Это П плюс Нашего исходного Фотона То есть Она задает Ну максимальную Быстроту Вот То Чтобы нам получить Отсуммировать Вот эти Большие логарифмы С Нам нужно уметь В нашем выражении Вот это Это Двигать То есть Ну менять Да Вот Как мы будем Это делать Идея стоит В чем Вот У обкладок Быстрота Очень маленькая Ну или Быстрота Очень большая Скажем Отрицательная То есть Протон Летит туда Очень быстро Вот У вот этого У фотона Быстрота Противоположного Знака Тоже очень большая Он летит на нас Вот Это Эта Быстрота Руками нами Поставлена Где-то между ними Да То есть Я могу написать Так Вот у меня Это Фотона Вот у меня Это протона Вот А вот Мое Это Которое Я ввел Руками Да Я говорю Вот то Что все тут Глюоны Которые Вот между ними Это Вошло В импактфактор F Вот Если А вот эти У Они у меня Определены Они у меня Содержат Все глюоны От этого До этого Причем Они содержат Глюоны Порядка С быстротой Порядка Это Вот Обкладки Вот эти Протонные Они у меня Имеют быстроту Порядка Это Когда я буду Считать Матричный Элемент То есть Я просто Разлагаю По теории Возмущения Вот этот След И считаю Если я Скажем Умею Это делать Если у меня Не протон А скажем Какая-нибудь Пертурбативная Частица Считаю По теории Возмущения То у меня Там будут Скалярные Произведения Скалярные Произведения Импульсов Ну С вот такой Быстротой С вот такой Быстротой Эти скалярные Произведения Они будут Порядка С То есть Большие Да Вот И поэтому У меня будет Логарифм С Ну Логарифм С Или что Все равно Скажем Ну Если я возьму Логарифм Это у меня Просто это Вот То есть У меня будут Большие Логарифмы Да Вот что я хочу Сказать Когда я Беру Скалярное Произведение От П Порядка П Гамма Который У меня Здесь И П Порядка П Протона То так Как у меня П протона На П Гамма Это 2 Протона На П Гамма Это С То Я вот В этом Матушномете Зарабатываю Логарифмы С Да Хорошо Теперь Логарифмы С Я уже говорил Смысл в чем Что логарифмы С С Какому-то С Ноль Неважно Что вот Такого Типа Члена Могут Быть Больше Единицы Или Порядка Единицы И нам Нужен Весь Ряд От Суммера Вот Поэтому Просто Брать Считатель Матушный Элемент Это Сложно Нужно Во Всех Порядках Теория Возмущения Вот По этому Параметру Считать Поэтому Мне хочется Написать Уравнение Которое Бы Описывало Как вот Этот След Меняется При изменении Это Вот И тогда Если у меня Есть уравнение Типа Д Трейс От Уз Один Уз Два Крест Скажем Уд Это Уравнение Которое Определяет Мне Это Изменение Если Я его Могу Написать Я его Могу Решить И Тогда Я Скажу Что У меня Скажем Начальное Условие Заодно Здесь При Этер Порядка Это Гамма Я возьму Этот След Про С помощью Решения Моего Уравнения Найду При Это Порядка Это П Тогда Все Логарифмы С У меня Явно Будут В решении А Тот Маточный Элемент Который У меня Получится Как Решение Уравнения Я Посчитаю Его В Обклад Протона Но Он Уже Будет При Быстротах Порядка Быстроты Протона И Соответственно Все Скалярные Произведения Будут Не Будут Содержать С Они Будут Просто Какими-то Импульсами Но Небольшими Понимаете Вот Вся Идея Это Понятно Что Я хочу Сделать Или Нет Это Да Это Порядка Ну Вот Мое Это Число Оно Ни Порядка Импульсов Ничего Ничего Ну Почему Вот У меня Есть П Фотона Да П плюс У меня Самый Большой Компонент Импульс Вот Теперь Я говорю П Это Импульс Глиона Ну Вот Они У меня Порядка П плюс На есть Степень Это И поэтому Когда я Это Меняю У меня Вот Это Обрезание Попа Плюс Глион Вот Оно И Менее Ну Вот Это Фотон Если Хочешь Да То есть Мне Нужен Какой-то Масштаб Да Потому Что Это Безмасштабная Величина Масштаб Мне Может Дать Мне Нужен Корень Из В масштабе У У меня Есть Только Импульс Протона Входящего Иппульс Фотона Вот Я Беру Импульс Фотона Потому Что Я Попа Плюс Сверху Это Глионный Вот Мы По нему Интегрируем Продон Продон Попа 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 Гамма Он Тебе Зад Начальными Условиями Как Фотон Прилетел То есть Есть Это 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 Логарифма Ост Да Это Я На Первой Лекции Рассказывал Что Есть Степени Это Это Фактически Но Это Есть Бестрота Но Псевдо Быстрота Вот Вот Поэтому Вот Здесь Я На самом Деле Могу Писать Что Ни Типа Там Логарифм С Могу Писать Быстрота Могу Псевдо Быстрота Неважно Логарифмические Сочности Родные Тоже Вообще Вот Ну Вот Люди Ну Люди Не Люди Ну Вот Я Начал Писать Это Вот Я И Пишу Так Идея Понятно Или Нет Но Еще На всякий случай Точнее А чем тебе Так Легче Жизнь Станет Если Брать Вот Этот Матус Протона Первый Пример Который Пошел Мне В Голд Нет Я Не Про Конкретно Протоны Я Про То Что Ну Ты Грубо Говоря Не Могу Посчитать При Больших Это Также Не Смож Посчитать При Малень Да Я Зависимость Энергии Ищу От В зависимости От Эта То Я Еще Раз Говорю Вот Это Если Хочешь Альфа С На Это Наверное Да Это Логарифм Вот То Есть При Больших Это Мне Нужно Сумировать Все Члены То Есть Вот Вот Сумма По А Когда У меня Логарифм Маленький Да То Мне Достаточно Взять Один Член Первый Просто У меня Еще Раз Вот Вот Мои Две Беснесские Линии Там Как Да Я Считаю Ну Пусть В обкладках Протона Да С Протоном Это Я Диаграмму Не нарисую Но Диаграмму С Протоном Не нарисую Плохо Пусть У меня Там Не знаю Какая-то Кварк Что угодно Да Вот То Есть Вот У меня Две Вересневские Линии Вот У меня Нижняя Частица Там Кварк Да Я просто Считаю Вот этот Маточный Элемент Кварк Начальный Кварк Конечный Ну что Я беру Считаю Вот Я не знаю Первая Связная Поправка Да Пусть Считал Древесная Диаграмма Вообще Замечательно Теперь Она мне Чему-то равна Да Ну вот Мы будем Считать Ее Скоро Теперь Если я Вот такую Поправку Посчитаю Она Мне даст Альфа С Да Альфа Вот Но Еще из всего Вот этого Придет Логарифм С Если Он придет Откуда Потому что Там будут Произведения Вот этого Импульса Мне будут Давать Еще Илогарифм С И я Вот К этому Ряду Мне Весь Ряд Считать Теперь Когда Я говорю Что Вот Эти Импульсы Такие Как Этот По Порядку Увлечены Да То есть Скалярное Произведение Этого На этот Не содержит С Оно Порядка Каких-то Поперечных Импульсов Да То Тогда Я говорю Я Вот Посчитал Вот Эту Первую Поправку Она На чему-то Равна Я считаю Следующую Поправку Она У меня Порядка Альфа С На Предыдущую Я говорю Альфа С Мало Я ее Не буду Считать Мне Первой Хватит Вот Все Значит В чем Дело Вот А Все Логарифмы С То есть Это Зависит Зависит От Это У меня Уйдет В решении Уравнения То есть Вот Поэтому Я Пишу Это Уравнение То есть Смысл Вот В данном случае Логарифма С Вот Хорошо То есть Так Хорошо Хорошо Так Что мы будем делать Теперь Мы будем Писать Уравнение Так То есть Структуру Я Рассказал Будем Писать Уравнение Хорошо Значит Вот Давайте Что мне Хочется Вот У меня Есть Вильсинская Линия У Это Да Скажем Там А Z Плюс Z Перпендикулярно Я ее Вот Так Вот Нарисую То есть Вот Тут У меня Значит Это Вильсинская Линия Это Интеграл Упорядоченный ПП плюс То есть Мы идем ПП плюс По пути Вот Это Вот Как раз Этот Путь Но Еще раз Вот Это B Когда мы Выводили Мы его считались Концентрированным Только Вблизи Нуля То есть На бесконечности Его нет Поэтому я Вот эти Продлеваю До бесконечности И пока Буду считать Все это Бесконечности То есть Это у меня Там Так Как мы Пойдем Это Будет Минус Бесконечности Это У меня Будет Плюс Бесконечности А это У меня Ось З Плюс И вот Мы туда Идем Вот Значит Вот это У Я могу Его написать Как Я Разлагаю Экспоненту Я Я могу Представить Как Продолжение Вот Таких Скобочек Плюс Иже Плюс Иже Значит Дельта З Плюс Б Минус От З Плюс Скажем Минус Дельта З З Перпендикулярная Помножить Единицы Плюс Иже Дельта З Плюс Б Минус Аз Плюс З Перпендикулярная Помножить Вот я Третью Еще Напишу Не Нужна Плюс Иже Дельта З Плюс Б Минус З Плюс З Перпендикулярная И так далее То есть Вильсонская Линия Это Произведение Вот таких Вот скобочек По всему пути Аргумент З Плюс Меняется И они Упорядочены Так Только Меняется Он Слегка В другую Сторон Да Сейчас З Плюс Я иду С минус Значит Минус Дельта З А вот Плюс З То есть Я Оттуда Туда Вот Вот Произведение Таких Скобочек Теперь В каждом СБ У меня Стоит Такое Ограничение Вот Что я хочу Сделать Вот Давайте Я это Ограничение Сдвину То есть Вот это У меня Внешние Поля Какие Там А я Хочу Взять И Добавить Сдвинуть Это То есть Перейти От Это Это Плюс Дельта Это Что Это Означает Это Означает Что Я В Мое Б Включаю Больше Глюонов То есть Глюоны С Большим Быстрот Вот И Так Я их Включаю А Это У меня Внешнее Поле А они У меня Операторы Так То я Должен По ним Проинтегрировать Вот И Что Это Означает Это Означает Что Вот Тут В Каждом Из Б Если У меня Было Б Это То у меня Б Это Перешло В Это Плюс Ну Б Дельта Если Я возьму Только Все Б Эты То Это У меня Будет То Что И Было Да Теперь Скажем Если Я возьму В каждой Скобке Ну Скажем В одной Из Скобок Одно Б Дельта Это Да Вот То мне Будет Не с чем Спарить То есть Все Остальные Будут Б Этами У Мне Не Будет Оператор Это Все Таки Оператор Я Буду Считать Маточный Мин Да И Мне Не с чем Будет Спарить Этот Глеон То есть У меня Откуда То Вот Этот Глеон С Быстротой Вот В этом Промежутке Будет Излучено С какой-то Скобки С каким-то Вот З Плюсом Да Вот Но Спарить Мне Будет Ни с чем Поэтому Это Глеоны С импульсами От Эта Да Это Плюс Дельта Это С большими Это Вот В этом Смысле Можем Скажем Что Б Интеграл Там Д4 П На 2 П Четвертый Е в степени И П Х Да От П От Х А вот Тут Я напишу Тета От Е в степени Эта Плюс Дельта Эта Минус Там П П Большой Плюс На Тета От Е в степени Ну вот От того же Только наоборот От Сейчас Вот П Плюс На П Большой Плюс Минус Е в степени Эта То есть Они у нас Больше чем Эта Но меньше чем Эта Плюс Дельта Эта Все это Вот В полосе Вот Теперь Соответственно Первый Неисчезающий Вклад Вот От Этих Глеонов В полосе Будет Когда я В двух скобках Оставлю Б Дельта Эта Да Потому что Тогда я смогу Их спарить В пропагатор Пропагатор У меня считается Это будет Поправка Вот Вот Соответственно Если у меня Вот тут Вот где-то Излучился При каком-то З Плюс Да Вот тут При каком-то Там З Штрих Плюс Излучился Я их Потом Спариваю В пропагатор Так Спарил Пропагатор И Просто Считаю Считаю Значит Считаю Что мне Получится Вот Вот Она интегрируется По всем По всем Бета С импактфактором Да То есть Интеграл По функционально По всем Б Ты Разумеваешь Впереди Стоящим Интеграл У меня Выглядит Так Вот я Эту формулу Только что Стер Вот Она Начиналась Да Вот У меня Стоит Тут Интеграл Импактфактор От Z1-Z2 Он мне Тоже От этого Зависит По идее Да Вот Помножить На Вот Тут у меня Скажем Протон Трейс З1-Z2 Крест Вот Я Говорю Что Вот Пока Я Считал Вот эти Поля Б Вот Вот эти Б Вот Такие Да Это У меня Были Внешние Поля Когда Я Вот Это Считал Теперь То Что Я Буду Делать То Что Я Делаю Вот Тут Я Говорю Вот Здесь Я Беру Это Минус Дельта Там Я Беру Это Плюс Дельта Это Вот Те Поля Которые В Дельта Эти Я Их Должен Вот Здесь Скажем Считать Тоже Внешними Так И Считать Их Внешними Это Значает Они Уже Не Операторы Числа То есть Они Внешние Вот То есть Они Как Б Ну Некое Классическое Поле Чтобы Превратить Мое Квантовое Поле Отсюда Так Квантовое Поле Отсюда Которое Содержит Оператор Рождения Уничтожения И так Далее Во Внешнее Поле Отсюда Я Должен По Нему Проинтегрировать В смысле Функционального Интеграла Или Что Означает Спарить Поля Ну В Каноническом Кантовании То есть Пропагаторами Так Вот Это Я И Дел То есть Я Говорю Мое У Это Вот Это У Это Плюс Дельта Это Это Мое У Это Так Плюс Это Когда Я Взял Только Б Это Плюс Теперь Когда Я Беру Когда Я Беру 2 В Дельта Это Из Ких То Скобочек Что Я Получаю Я получаю И G Квадрат И G Квадрат Вот Ну И вот Это У меня Будет Я Из Любых Скобочек Могу Взять Да То есть У меня Получится Интеграл DZ Скажем 1 Плюс DZ 2 Плюс Вот Это Мне Скажем Отсюда И отсюда Вот Это Дельта З Вот B Я Спариваю Пропагатором Я Пишу G Вот Z1 Минус Z2 Плюс Так я Здесь Рассматриваю Одну Виллисонскую Линию Для Примера То Вот Этот Z Перпендикулярный У них Одинаковый Так Лучше Так Значит Z1 Z1 Перпендикулярная Точка Запятой Z2 Плюс Z2 Перпендикулярная Вот То есть Это Откуда Куда Вот Собственно Вот Она Поправка Вот Да Однако Это Поправка Но Мы Должны Ее Слегка Прократизировать Значит А именно Вот Здесь Где-то Есть Ноль Да Поправка Из Всех Остальных Скобочек Ты Взял Какой Множитель Ты же не Единичку Взял Да Да Вот Я об этом Хочу Сказать Сейчас Я взял Не единичку А у Это Фактически Они все Соберутся В Это Да Да Просто На Это Нужно Множить Каким Образом Вот Если У нас Вот Эти Два Члена Две Точки Они Скажем Были С разных Сторон От Нуля Да То Вся Вельсинская Линия Которая У Эта Вот Она На самом Деле Между Ними Так Вот Поэтому Я Сейчас Отдельно Все Три Случа Напишу То есть Она Между Ними То есть Вот Тут У Нас Что Значит Вот Это Пропагатор У него Есть индексы АБ Вот Это Пропагатор У него Есть индексы АБ Потому Что Вот Это Б Это Б АТА Да Вот Соответственно У нас Осталось Где-то ТА Ну Значит Если Мы Оттуда Идем То Наверное Первый ТБ Вот У нас Где-то Остался ТБ Вот В этом Порядочении Потом Наша Вельсиновская Линия Которая Вот Старая У Это Она Тут Идет Вот Потом У нас ТА Так Вот То есть Вот это Помножается На такой Множитель Вот Теперь Если Эти Были Скажем С этой Стороны Оба От От Нуля То У нас Вместо Такого Множителя Будет Множитель Сначала Был ТБ Вот Потом Был ТА А потом Было Уэто Ну а Если Они Оба После Нуля То Соответственно У нас ТА ТБ На Уэто Вот То есть Мы должны Помножить На вот эти Вот Три Случая В Зависимости От Того Где Наши З Так Очень Хорошо Но Это Не Все Потому Что Еще Мы Должны Пропагатор Вот Этот Определенным Образом Выбрать Вот Когда Они У нас Двух Разных Сторон От Нуля Да То Тогда Это У нас Наша Викс Скрини Вот Это Она Как Бы У Нас В Точке То Нам Обязательно Нужно Пройти Через Ноль Так Пропагатор Глюона Это Означает Что Пропагатор Глюона Будет Пропагатор Через Ударную Волну То Вот Этот Так А Он В Свою Очередь Содержит Еще Глюон Ну Вот Это Вот Если Это А.B Вот Это А.B Вот А Если Они Были С С Этой С Этой С Этой Волны Соответственно То Это Будет Глюонный Пропагатор Свободный Так Понимаете Чудесно Вот То есть Вот эти Берут Свободный Пропагатор А вот Это Берет Пропагатор Полеударной Волны Вот И давайте Сначала Посчитаем Вот Пропагатором Полеударной Волны Затем Я его Писал Вот И Посчитаем Вот Вот Интеграл Хорошо Значит Пропагатор В полеударной Волны Какие У него Компоненты Нам Нужны B У нас Минус Все Время Вот Соответственно Такие Компоненты Нам И Нужны То есть Вот Это Работать Не Будет Вот Это Работать Не Будет Потому Что Не Перпендикулярно Будут Работать Только Две Вот Потому Что У нас B Минус Вот N2 Минус У нас Скоро Будет Единица Вот Давайте Писать Что Будет Нам Нужен Интеграл DZ1 Плюс Интеграл DZ2 Плюс Вот Пусть У меня Скажем Z Там Так Значит Вот У меня X Плюс Больше Нуля Это У меня Будет Вот Z1 Соответственно Z1 У меня будет От нуля До плюс Бесконечности А Z2 Это у меня Будет Y Все У меня Будет От минус Бесконечности До нуля Вот Отсюда Ушел Туда Пришел Почему У меня Бесконечности До Z1 Плюс Нет Потому Что Я До Z1 Плюс Тогда Мы Уже Перескачем Через 0 И Это Будет Другой Случай Вот Я Пока Этот Случай Рассматриваю Вот То есть Я Написал Значит Все Просто Переписываю ДП плюс На 2П В кубе П плюс На 2 Соответственно Z1 Плюс Z2 Плюс Это я Переписал Вот Интеграл DZ Это Что за Z Это Z Глюона То есть Это Вот этот Поперечный Z В котором Глюон Пересек Ударный Вол Вот Так Давайте Как-то Отличать Вот Этот Z Линии Ну Он Пусть Будет Хорошо Я его Раньше Z Называл Тогда Он И останется Z А это Будет Z 0 Который Тут Z 0 Дальше Вот Это Минусовые Компоненты Их На самом Деле У нас Нет Поскольку Мы Стартуем С Вильсинской Линии Вильсинская Линия От Z Минусов Не Зависит Поэтому Я Я просто Пишу E В степени Так Минус И Значит Z Минус Y Это Что Такое Z Это Z 0 Y Это Тот Который Значит Начальный Да То Это Z 2 Z 0 2 Буду Писать Вектор В квадрате Вот Я Плюсы Нули Написал Но Чтобы Сходимость Была На Бескоечностях И Для Краткости Я их Писать Не буду Дальше Значит На 2 Z 2 Плюс Так Так Соответственно Минус Z 0 1 В квадрате На 2 Z 1 Плюс Вот Хорошо Хорошо Да Здесь Здесь Что Остается Здесь Остается Вот X Y S Minus Причем Вот Эти 2 Minus Сократятся Вот X Y Plus А Вот Это Квадрат Возвел И Вот Эти Члены Должен Собрать Не Останется X Это Z 1 Значит У меня Останется Z1 Z 0 Не Не З 1 0 Z 1 0 На Z 0 2 Но Я Напишу Так Z 2 0 Делит На Z 1 0 В квадрате Z 2 0 В квадрате Вот А Нет Это Рановато Я написал Вот Так Значит У меня Вот Тут Альфа Сверх Тут Альфа Снизу Два Минуса Сократились Я Альфа Вверх Поднял У меня Появился Минус И Еще Я Переставил У меня Минус Исчез Вот Знак Общий Плюс Хорошо Вот Значит Такой У нас Ответ Иглион Вот Та Штука Иглион На Весенской Линии То Есть Она А N2 Как Бы Значит N2 На B Это B Минус Так Н2 Это Единичный Орд То То есть Он Не Дает B Минус Собственно Это Проектор Да То Он Ран Единиц Когда С Вот То есть Н2 У меня Нету Так Вот Эта Линия У меня Остается U Z Это У меня 0 Значит А B Да Помножить На То Что У меня Стоит Там T A U Z T B Вот Наверное Ну Если Коэффициент Тащу То И Ж Квадрат Значит Это И Ж В Квадрат Это У Что Это У На самом Деле Дельта U Да Это У Меня Дельта U То Это У Это Минус U Вернее U Это Плюс Дельта Это Минус У Это Так Это У Дельта U Вот Хорошо Теперь Теперь Нам нужно Взять Этот Интеграл Вот Тут Кстати От Нуля Нет Вот Тут Вот Нет Нуля Плюс У нас Меняется В полосе Да Мы Помним Плюс У нас Меняется В полосе Полосу Я Вот Я Игорь Плюс У нас Меняется В полосе Из Этого Интегрирования Возьмется Дельта Это Вот Сейчас Я Просто Пределы Поставлю Значит Как У нас Было У нас Было Значит Е В степени Это Плюс На П Большой Плюс Да Соответственно П Плюс Больше Значит Больше Меньше П Большой Плюс П Большой Плюс Тут Е В степени Это Тут Е В степени Это Плюс Дельта Это Так Вот Моя полоса П П Плюс Наоборот Скорее Да Плюс Так Вот Это Я Сюда Напишу Соответственно Это П Большой Плюс Е В степени Это П Большой Плюс Е В степени Это Плюс Дельта Это Никто Не Заметил Вообще Это П Плюс Это Фурье Это Фурье То есть Это Е В степени Ну П Плюс У Минус А это Уже Пришло Так Когда Я Пурье Брал Вот Хорошо Так Значит Почему Мы можем Проинтегрировать Можем Проинтегрировать Под З1 Плюс З2 Плюс Значит И Если Мы будем Интегрировать У нас Какого Вида Интеграл Стоит У нас Интеграл Соответственно Дз Плюс На З Плюс В квадрате На Е В степени Что-то Типа Минус И П Плюс Там З Какой-то На 2 З Плюс Значит Мы делаем Замену Да Что З Плюс Равно Единица Там На З З Сделали Замену Что У нас Получится Вот Всего Вот Этого Значит Будет Когда Когда Я сделаю Замену Эти У меня Сократятся А Это Пойдет В числитель Да Медленно Да Значит Сократятся Пойдет В числитель И Причем У меня Даже Знак Не Поменяется Вот Хорошо Итого Вот Такой Интеграл Превратится В Интеграл По Дз С Волной Плюс В тех же Пределах Там От Нуля До Скажем Если Это Было От Нуля До Бесконечности То Это Будет От Нуля До Бесконечности Вот А Тут Будет Е В степени Минус И П Плюс З Вектор Квадрате Пополам Да Помножить На З С Волной Плюс Правильно Хорошо И Это Я сделал Замену И Я могу Его Взять Просто Вот Да Да И нули У меня Правильные В этом Смысле Хотите Проверьте Но И нули У меня Правильно На Бесконечности Что Вот Этот Плюс Бесконечности Что Вот Этот Бесконечность Ну Видите У них Знаки Разные Они Все Умрут Вот Хорошо Вот Их Беру Пишу Ответ Вместо Этих Двух Интегралов И Ж В квадрате Значит ДП Плюс Значит Когда я Вот это Беру У меня Вот это Идет Знаменатель И у Меня Дважды В знаменателе Будет Плюс Так Вот Один Раз Он Сократится И останется Один Раз Вот Тут Есть Степени Это Есть Степени Это Плюс Дельта Это П Большой Плюс Вот Это Этот Интеграл Теперь Также У меня В знаменатель Пойдет Вот Этот З Вектор Вот И У меня Будет Z Соответственно Один Ноль Вектор На Z Два Ноль Вектор Делить На Z Один Вектор В Квадрате Z Два Ноль Вектор Квадрате Так Из Двух Интегралов Возьму Значит Это Я взял Значит Это Я взял Минусы В квадрате Но Общий Знак Я Просто Потом Посмотрю Чтобы Не Делать Лишних Значит Две Двойки Пошли Вверх Это У меня Будет Четыре Вот Наверное Даже Два Вот У меня Тут Эта Двоечка Сократит Так Два Пи В кубе Плюс Так Вот Эту Двойку Я взял Этого Больше Нет Значит Этого Вообще Ничего Нет Вот Это Осталось Ну И Вроде Больше Ничего Нет Кроме У З 0 А Б Помножить На Т А З Т Б Так Еще будет И квадрат И квадрат Мне даст Минус Но За счет Того Что Один У меня Тут Отрицательный Второй Положительный То есть Он У меня Знак Какой То Будет Я Его Просто Посмотрю Чтобы Так У меня тут По-другому Написано Ну Давайте Тогда Сейчас Значит Знак Ну Вот Этот Знак И квадрат Даст Мне Минус Единицу Тот Знак Тот Знак Мне Даст Мне Даст Да То есть Общий Минус Получается Хорошо Но Это Я Увижу Сейчас По-пути Так Вот Сейчас Это Отдельно Напишу Чтобы Красиво Было И Мы Это Собственно Ответ Фактически Так Последний Штрих Вот Вот Интеграл Д baj На П уб des Это Д Логарифм Б И Соответственно Если П Б Плюс Менялся От Е Степени Этот Логарифм Меняется От Это Да И Вот Этот Логарифм Вот Этот Антеграл Мне Даст Ровно Дельта Это Да Вот Это Вот Тот Самый Дельта Это Он Даст Ровно Дельта Это Соответственно Это Было . дельта у я это стремлю к нулю у меня получается вот вот этот вот это производное что у меня получается не получается же квадрат я это сделал для одной линии но я сделал на самом деле в общем случае потому что сейчас покажу почему вот же квадрат пишу же квадрат дельта это я выкинул а еще два пив кубе вот у меня на 2 пив кубе сейчас узнаем правильный коэффициент или нет помножить на два значит вот это ядро и вот это интеграл дз 0 вот а тут это 1 0 за 2 0 за 1 0 вот тут у меня у а b 0 помножить вот это вот то что у нас получилось вот если мы вспомним что у нас альпы с да это же квадратный 4 пи значит я отсюда 4 пи возьму и у меня останется мне останется альпы с на и что ли да на пи квадрат вот этот коэффициент у меня есть это правильный коэффициент вот очень хорошо вот с точки до знака похоже на так но знак сейчас я найду правильный хорошо вот значит этом посчитали такую диаграмму до с пересечением вес нас колени так теперь по идее мне нужно вот такую такую посчитать еще да вот но и как считать берем пропагатор обычный делаем то же самое но и получится ответ я вот то что я написал это на самом деле трейс у скажем z без трейс даже это просто то есть если узнят был с индексами там и же так то вот эти индексы и же так вот они то есть вот тут у меня было в начале и вот теперь единственно что вот я написал z1 z2 до z1 и z2 это быть и z да вот они z слетали и прилетали собственно поперечные то есть если я хочу одну вельсинскую линию то у меня z1 равно z2 просто так вот эти поэтому для одной вельсинской линии у меня получится вот я так значит напишу ду из этого я туда это равно альфа из делить на пи 200 тут у меня будет делить на z0 минус z в квадрате вот это для одной линии да вот это моя заготовка для двух когда они разные так с числителем произошли они одинаковые они сократились да вот теперь чтобы мне посчитать вот это нужно или вот брать вот так же считать или сказать что дескать а вот если мы внешнее поле выключим то никакой эволюции не будет 0 должно получаться так вот то есть там меня не меня это это если поле нету то ничего не будет то есть ноль будет поэтому а и когда мы вот тут вот будем вельсинскую линию вешать у нас будет уже скажем театр а это театр или с этой стороны или с этой стороны это оператор казимира это просто число так число на дельта символ а потому что свободный пропагатор он диагональный по цвет вот поэтому это будет просто пропорционально вельсинской линии у z поэтому я понимаю что если я выключу у то у меня должно получаться что-то типа там у z опять-таки и же на какое-то число да вот мне просто нужно угадать число то есть вот такие диаграммы 2 в сумме будут мне давать у z на кое-то число причем если я все объяснить или не выключу превращу в единицы то есть выключу внешнее поле да мне должно быть 0 эволюции нет вот ну это легко понять на какое число нужно тут помножить если я это мне единица то есть дельта b то есть метод театр b это мне единица значит то у меня получается просто судя по всему cf потому что как только я положил все у равными единице у меня вот это это у меня дельта и же вот это у меня дельта b то есть у меня получилось 3 tb вот это у меня единица между ними то есть я пучу страты а вот и театра и cf вот то есть вот получил вот это это можно написать по-другому а именно а именно написать это можно вот как такой вот хитрый способ все это вот наш ответ а хитрый способ выглядит вот так вот так Так, вот если мы вспомним Вот это Вельсиновская линия в присоединенном представлении Это Вельсиновская линия в фундаментальном представлении Соответственно, у нас получается, что У АВ на ТВ равно УЗ У, скажем, Z, T Так, как бы мне это сделать ТА УЗ крест Да? Вот Просто по определению присоединенного представления То есть мы действуем, значит, матрицей Присоединенное представление так же, как Двумя фундаментальными на матрице Вот, поэтому Вот это Я могу написать так ДУЗ ОДЭТА АЛЬФАС на ПИ ДЗ0 Минус Z На УАБ УАБ Скажем На ТА УЗ ТТТТТТТТТТТТТТТТТВ вот так вот так даже узет 0 минус узет скажем минус узет ты а узет вот я понимаю что у меня получится 0 да когда я все выключу здесь написано следующее первый член точно такой же второй член я написал как минус узет то что когда я буду этим уже там действовать скажем на т.б. да когда вот я на нем действуем т.б. это все равно что написать так вот это весело а похоже я индексы попутал слегка это неважно значит еще раз что такое у у это элемент группы су 3 так у это элемент группы су 3 вот это элемент алгебры су 3 так замечательно вот и у вот это с индексами а б это матрица присоединенном представлении когда я действую ей на вектор ну из алгебры до пишут получаю вектор из алгебры также это когда я написал это в векторной форме когда я писал то в матричной форме я могу добиться того же самого действия матрицами фундаментальном представлении это просто тождество это определение присоединенных представлений что это группы по размерности ее не пытаюсь тебя убедить что у тебя слева одна экспонента справа две других по экспонентам то что это равно одно одно другом это какое-то очень кривиальное собой должен перекручивать и так далее на самом деле это определение присоединенного представления забудь что это по экспонента значит это не то что это по экспоненты совершенно неважно важно то что вот меня у принадлежит значит я какая-то матрица вообще до фундаментальном представлении матрица 13 пусть пусть это матрица 3 на 3 она и за сутри вот если есть какой-то столбец вот как калибровочное преобразование я действую на него этой у вот у меня был psy перешел в упси хорошо теперь даже лучше не пси пси это кривенько столбец вот теперь если f элемент алгебры да то есть я могу написать что это f а хотя этого не столбец у меня сделать я это только что делал матрица экспоненты это неважно у вот чтобы это выполнялось у должна быть матрицей в фундаментальном представлении в присоединенном представлении матрица из группы su 3 для того же преобразования хорошо я могу в принципе доказать это с помощью там уравнений если хотите грубо говоря какому уравнению удовлетворяет у z такому да вот это такому грубо говоря берем вот это дифференцируем по z получаем что это такое же уравнение считаем в точке 0 начальные условия ну и получаем единицу это может подробно сделать но это в этом смысле определение присоединенного представления то есть но это все таки какое-то свойство это экспоненты не определением это можно доказать как через свойства вильсиновской линии да можно но если вот хорошо у меня есть это и прошлое преобразование определяющие определяемой некой матрицы справа две матрицы фундаментарного представления ну понятно что любая произвольная матрица присоединенного представления не выражается через любую а почему любую то то есть ты мне говоришь как доказать что это вот та самая матрица ну конечно хорошо это позже чем разложение кривенько будет там они запутаны довольно лучше делать это уравнением то есть если у меня есть хорошо я могу сейчас написать идея простая есть лицинская линия по x скажем да ну хорошо его можно доказать через уравнение через уравнение сейчас можете соображен как быстро и же вот так вот там значит но это как бы ну хорошо вот да если мы продифференцируем d по dx мин поэтому верхнего чем мы получим мы получим амю вниз мы получим и же на амю на себя же так только я напишу вот это как-то у да все это у от x амю от x на у от x ну как-то так мы получим вот причем мы получим с этой стороны потому что она вот так вот чудесно это на самом деле справедливо для любой вислинской линии неважно таком представлении вот теперь если мы если мы вот тут я просто боюсь что я могу крест попутать немножко если мы помножим вот это толь стенды б на tc лучше да свернем возьмем след что мы получим здесь мы получим 1 2 дельта cb то есть 1 у отцы мы получим у отцы равно 2 равно 2 следа тц тц у у т а у крест вот хорошо вот значит торжество теперь это скажем пусть это была у нас вислинская линия отцы то есть присоединеном представлении я продифференцировать вот хорошо теперь я возьму вот этот объект продифференцировать так на этом не все надо значит я возьму вот этот объект продифференцировать что у меня получится значит d по dx д по dx смех от 2 следа т.а. т.а. у кресткой dejar бы quasari то есть я могу или эта дифференцировать или эту или эту лет г т.ц это продифференцировал у меня получилось ну во первых мне уже получилось вот Так же, как и там, да? Тут у меня получилось А фундаментально. То есть А, скажем, Б, да? Так, только Б у меня нету. ТБ на У помножить на ТА на У крест. Это первый член, а второй с минусом, да? Минус, минус, минус ТЦУТАУ крест на АБТБ, да? Вроде так. Вот. Так, и что мне это даст? Это мне даст. Что мне это даст? Так, вот я бы вынесу. Я это делал, я не знаю, сколько лет назад. Я могу не вспомнить просто. Погоди, если это, я помню, что там довольно просто было, если получится сделать. Если у меня осталось 15 минут на все про все, может быть, есть смысл их потратить ценнее. Погоди, 5 минут я потрачу на это, а потом я вам выведу уравнение, тогда на этом закончим. Так, значит, что у меня тут? ТЦ, ТБ, У, ТАУ крест, так, минус, трейс, ТЦУТАУ крест, а тут ТБ, ТБ, ТЦ, да? ТБ, ТЦУТАУ, вот так. То есть я вот тут коммутатор получил. О, отлично, это мне и надо. ТЦ, ТБ. О! Коммутатор получил, коммутатор это то, что мне надо. ТЦ, ТБ, это у меня ИФ. Значит, С, Б, что-нибудь там, Ж. Нет, Ж у меня есть. Д на ТД. Вот, и тогда я получаю 2 ИЖ. А, Б на... Так, А, ИФ, ЦБ, Д, это у меня Т большое, да? ТБ, С, это Д. На ТРС, соответственно, ТД, У, ТАУ крест. Так, это у меня вот оно. Вот это оно. Понимаете, что это поседненное, да? Вот, и Ж у меня есть, а это 2 на это, вот то, что вот тут у меня написано. Проверил, что уравнение... Проверил, да, уравнение выполнено, теперь мне нужно начальное условие при каком-нибудь У посчитать, что они у меня не сдвинуты просто. Ну, беру, считаю при У всех равных нулю, да? У меня получается, что с этой стороны, с этой стороны у меня просто дельта-символ, да? Лучше я вот это проверяю, да? С этой стороны у меня дельта-символ, с этой стороны у меня след ТЦТА, это тоже дельта-символ с половиной. Вот двойка у меня ушла. Так, я оправдался перед общественностью. Хорошо. Вот, поэтому... Да, ну, собственно, это в некотором смысле, как только я строю по экспоненту, у нас всегда решение, да? Вот, так, значит, это я... Ты труб еще раз прокомментируешь? Да-да-да, сейчас я сотру лишнее и прокомментирую. Так, это у нас пусть остается. Вот, значит, УЗ0 на вот это, это вот оно, УЗ0 на вот это, да? Теперь, если я УЗ вычел, понятно, что когда я выключу внешнее поле, то это 0 будет, это будет дельта-символ, это будет дельта-символ. Вот, а если я УЗ0 действую, вот, скажем, я на ТБ действую, да? Значит, то это у меня все равно, что написать УТАУ крест. Это мне не нравится. Значит, почему мне это не нравится? Потому что, да, оно вот так должно быть. Сейчас найдем, где ошибка, потому что, значит, я УЗ там действую на ТБ, я получаю УЗ, ТАУ крест. Укрест с этим сокращается, да? И у меня остается УЗ на ТАТА. Вот. Хорошо, значит, мы где-то вот эти индексы попутали. Значит, мы изначально шли в конец, значит, изначально шли в конец. Значит, это у меня было... Чего? Так. Первым индексом у меня шел ТБ, потом шел ТА. А вот тут АБ, скорее всего, вот тут мы попутали. ВА. Вот. Я думаю. То есть в самом выводе, ну, в смысле, в определении пропагатора я их написал от балды, да. Ну да, я их написал от балды, вот, поэтому, значит, я их написал просто неправильно. Вот. То есть, ну, вот так, да. Эхе-хе. Правильно ли? Да вроде. Это перед внизу-то уже. Слушай, Андрей, можно еще так понять? Да. Вот ты написал от уравнения, оно у тебя содержит некий оператор, который ты в страну вроде как-то не знаешь, как его считать. Сейчас все будет. В смысле, сейчас ты узнаешь? Да, сейчас ты узнаешь. Так, еще вопросы? Ну, сейчас правильно написано, да? Ну, да. Ну, смотри, я, значит, подействовал, у меня получилось CF на UZ. Ну, вон оно, мое CF на UZ. Хорошо. Так, теперь, если у меня, это я для одной написал. Значит, что здесь плохо в этом уравнении? Плохо здесь следующее. Вот когда Z0 равно Z, да, то тогда, вот, скажите, я сюда смотрю, да, Z0 равно Z, у меня вот в числителе 0, в знаменателе 0, она у меня сократится, замечательно, полюса нет. Ну, вернее, он есть интегрируемый, да? Вот. А когда Z0, так, я по Z0 интегрирую, да? Когда у меня Z0 стремится в бесконечность, то у меня это, так сказать, расходится логарифмически, да? Вот. То есть, грубо говоря, чтобы это делать правильно, я должен ввести размерную регулизацию, все это проделать, там, да, и вот тут у меня будет какой-нибудь D, D, Z0. С каким-нибудь коэффициентом, там, из 4π в степени епсил. Вот. Я это делать не буду, но это, как бы, по-хорошему, это делается так. Вот. Почему оно расходится? Ответ простой. Потому что вильсинская линия 1, кварк, он имеет открытый цвет, ну, то есть, он излучает. Так? Вот. И, то есть, это инфракрасные расходимости. Расходимости при больших Z, то есть, при малых P. Это инфракрасная расходимость, у вас открытый цветовой заряд, он излучает. Так? Теперь. Поэтому, вот, когда мы говорили про протон, да, там у нас был след. Был один кварк, второй антикварк. А это уже бесцветный объект. Он, для него уравнение инфракрасно-конечное. Вот. И, как оно будет выглядеть? Оно будет выглядеть точно так же. Вот если мы, вот тут я специально оставил Z1 и Z2, да, раньше я просто писал, вот здесь я просто написал Z, когда он с этой слетел, на нее же прилетел. То есть мы этих линий, скажем, 2, 3, 10, да, то я могу с одной слететь, на другую прилететь. Тогда у меня будет Z1 и Z2. Фактически вот это ядро, которое там будет, да. Вот. И точно так же, вот, если я хочу цветовой диполь, то есть trace U1 и U2, который я писал сначала. Trace UZ1 куб-крест Z2. Вот. Значит, что у меня будет? Альфа-с на 2π в квадрате, интеграмм Z0. Вот, Z0. И у меня будет что? Когда у меня, у меня будет такая диаграмма, какие у меня будут диаграммы? У меня диаграммы будут значит, такие, 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 ну, симметрично, да? Вот. Такие. Вот. Про них, про всех я вам только что рассказал. Грубо говоря, вот тут Z1 и Z2 меняете, и все. Я сделаю вот так, и вот так. Ну, лучше по-другому сделаем. Ладно, не депутат. В общем, короче говоря, ну, хорошо, лучше я по-другому сделал. То есть, вот такая, да? Вот. Это те, которые мы считаем точно так же. Вот они вам посчитаны, Только меняем Z1 на Z2. Вот. Все остальные, опять-таки, можно считать в лоб, а можно не считать в лоб, написать минус. Понятно, что. Вот, скажем, у такой диаграммы, вот у такой диаграммы, значит, вот тут будет U, вот тут будет U крест. Вот. А эти будут, сейчас, значит, я одну вещь не сказал, важную. Тут я писал бесконечности везде, когда интегралы считал по пути, да? То есть, у меня он шел от минус бесконечности до плюс бесконечности. И он шел, вот, не меняя поперечную координату. Вот. На самом деле, вот он шел, 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 на бесконечность пришел, и антикварк из нее ушел. У них координаты разные, так? На самом деле, на бесконечности я могу их соединить, так? Вот таким просто прямым отрезком. Почему? Потому что, моя калибровка такова, что вот по этому пути у меня ничего не будет. Ну, во-первых, у меня там поля нет, да? Вот. Ну и калибровка у меня такова, вот, что просто она перпендикулярно этому пути получится. Вот. Поэтому, после чего, как только я их соединил, вот так, у меня получается замкнутый путь и след, так? А замкнутый путь от вельсинской петли это калибровочный вариант, так? После чего я на самом деле могу забыть про свою калибровку и говорить, вот этот калибровочный вариант. Вот. То есть для одной линии. Это я на КХД артикулировал на лекции. Вот, да. Я надеюсь, что кто-то это помнит. Ну, я это... Не надо Леониду, у тебя 7 минут осталось поправить на что-то более цех. Хорошо. Чем линии. Так, давайте сосредоточимся последние 7 минут, да? Вот. То есть след это калибровочный вариант, То есть, соответственно, он как минимум бесцветен, да? Вот. То есть он... Сразу мы ожидаем, что инфракрасных расходимости не будет. Вот. Соответственно, понятно, как делать, да? Вот точно так же, как для одной линии. Но здесь удобно сделать следующее. Вот это я могу написать как разность квадратов. То есть, грубо говоря, Z1,2 в квадрате минус Z1,0 в квадрате минус Z2,0 в квадрате пополам. Вот это. Калярное произведение, да? Вот. Я его напишу. И у меня останутся вот такие штуки, то есть единицы на Z в квадрате. И перек... Ну, в смысле, и вот такие штуки. Z1,2 в квадрате на Z1,0 в квадрате Z2,0 в квадрате. Ну, если это сделать, то останется только одна. Вот это. Вот. Ну, просто все раскрыть, да? Останется только одна. Вот. Ну, вот у меня есть вот это. У меня есть для пары. Так. Дальше у меня вот это есть для одной, и вот это есть для второй. Грубо говоря, вот эти вычли вот эти члены. Вот. А этот остался. Так. Вот. Здесь как только у меня появляется след, то вот такая диаграмма, значит, вот такая, да? Как она будет выглядеть? Чему она будет с точки зрения у матриц пропорциональна? Скажем, если это кварк, это антикварк. Вот мы идем, это ТА, значит, вот тут УЗ1, тут ничего нет, мы пришли сюда. Так. Вот. Тут у нас ТБ. Значит, ТБ. Тут у нас УКРЕСТ Z2. Вот. И он снова прошел. Сюда получился след. Так. Да? Помножить на УЗ3 какой-нибудь там. УЗ0, который вот тут. Который уже АВ. Ну, в смысле, или БА. Надо там посмотреть, как правильно. Вот. Понятно? Понятно или нет? Не, нет. Значит, смотрите. Вот это две Вельсинские линии. Так. В поперечном отношении вот это вот Z2. На Z2 стоит. Это на Z1. Перпендикулярно, да? Вот. Когда мы считаем вот такую диаграмму. Ну, скажем, предпологу. У нас на самом деле раньше у нас было вот так, а теперь у нас след. У1, У2 крест. Ну, Z1, У2 крест. На самом деле мы вот те вот краешки не написали. Они там подразумеваются. Вот. Мы откуда-то начинаем. Вот мы идем. там интеграл под Z1, да? Который вот этот. Плюс. Мы идем, идем. Пришли, написали TA. Это первое, что мы написали. Пришли, пришли. Вот тут у нас UZ1 стоит. Так же, как там. UZ1. Идем, пришли до конца. Пришли по краешку. Это он единицу дал. Я в степени и нафиг. Ну, в смысле, ничего там нет. Там поля нет. Вот. Пошли обратно. Потому что это антикварковая линия. Мы как шли против линии, так идем дальше. Тут нас TB. Первое встретилось. Наоборот уже, да? TB. Идем, идем, идем. Тут у крест, который антикварковый. У крест 2. Вот. Тут уже ничего нету. Пришли обратно. Там тоже завернули и пришли. Все. Это стал след. Понимаете? То есть это так же, как для одной линии, только там она замкнута. Это ты не понял, как числитель. Мы числитель назывались, где там Z вектор на 1,0 и 2,0. Вот это понятно? Равенство. Это да, да. А как вы поняли, что будет стоять в случае, когда она будет прекрасна? Вот это будет стоять. Так? Я это выражаю через 3 члена. Замечательно. Вот этот член остался, а вот этот член, Z1,0 сократилось, и у меня осталось только Z2,0. Это точно такой же член, как здесь. Вот. А это для одной линии, на вторую я все равно припишу. Понял. Без следа. И они пойдут с разным знаком. Почему они пойдут с разным знаком? Потому что вот тут заряд одинакового знака, это был кварк, это был кварк. А вот тут это уже антикварк, там в экспоненте есть степени минус уже стоит. То есть знак противоположный, когда мы сюда вешаем. Вот. И поэтому они сократятся. Хорошо. Минуту я... Все. Минуту. Ну пять минут, давайте еще. Вот. Я просто напишу ответ. То есть все те сократились, осталось только этот, да? Вот. Ну и я напишу ответ после того, как я сверну вот по индексам АБ с помощью вот этого толщества. То есть что я делаю? Я беру... Вот у меня такие вот следы остались. Я все присоединенные вельсинские линии переписываю как вот такие следы. Так. Там у меня будут стоять свертки по ТА. ТА. Так. ТА из У большого и ТА из вот этих вот штук. Так. Это с помощью соотношения полноты я убиваю все ТА. И остаются только следы от вельсинских линий. Вот. Которые выглядят вот так. Трейс У. Это у меня был З1. УЗ0 крест. Трейс У. З0. УЗ2 крест. Минус НС. Значит, помножить на крейс. УЗ1. УЗ2 крест. Все. Значит, понятно, что ну вот этот коэсцент я так же угадал, чтоб, грубо говоря, все сократилось. Или честно посчитал уже пропагаторами в без внешнего поля свободный. Вот. Тут у нас два УЗ0, потому что если это был З0, вот их 2. Они никуда не делись. Да? Они просто индексами перепутались. Вот. Вот это называется уравнение Бальдского Ковчегова для Елисонских Ленин. Для следа в этом смысле. Вот. А когда я пишу У матриц с открытыми индексами, да, то это я могу написать для одной У матрицы, для двух У матриц. На самом деле для трех уже писать не надо, потому что если я только один ГЛИОН использую, я не могу сразу 3 захватить Елисонский Ленин. Это будет следующее приближение по Альфа-Эс. Вот. Поэтому в главном порядке по Альфа-Эс мне достаточно написать ДУ с открытыми индексами по ДЭТа. Вот оно уравнение. ДУ и Ж по ДЭТа. Ну, вот я его тут в некотором виде написал. Тут нужно просто вычесть соответствующий член, да. И вот эти два уравнения называются иерархией Бальского. Потому что с помощью них мы можем любой оператор из У матриц проэволюционировать. Зачем нам нужен любой? Потому что диполь, скажем, вот для того процесса, о котором я говорил. А у вас может быть процесс там из рождения четырех струй из фотона, а не двух, да. Вот у вас две родились, тут еще что-нибудь. Скажем, глюоны еще две родились. Ударная волна может быть здесь, вот у вас четыре вельсинские линии. Вы говорите, я их там как надо сверну, ну вот, по цвету. Это у меня будет некий оператор, пропагатор я при нем посчитаю, это будет мой импакт-фактор. А вот этот оператор я уже буду эволюционировать. Как я его буду эволюционировать? Я знаю, как каждая вельсинская линия эволюционирует, как каждая пара эволюционирует. Я эти, значит, свой вот сложный след вот отсюда, значит, знаю, как он эволюционирует, когда я сверну, использую вот эти два уровня. Вот. Поэтому иерархия позволяет, как бы, все, почти любой оператор проэволюционирует. Вот. Ну и самый простой из них, и самый фундаментальный это диполь. Вот этот след называется диполь. Да? Вот. Вот так. Давайте на этом закончим. Давайте, если вопрос нету, то... если вопрос есть, то пусть будет, То есть, вот, уравнение Бальцева-Ковчега мы вывели. Я доволен. Вот. Конечно, молодец, но еще хотелось бы понять, что при этом с импобфакторами происходит. ты сдвинул вот этот трейс на дельта у, но у тебя же импобфакторы тоже изменились, правильно? Нет? А потому что это я только что объяснял в самом начале. Значит, идея какая? Вот мне импобфактор от это. Вот у меня маточный элемент от у там какого-то от это, да? Это я оставлю, а вот это я напишу, что у от это это у от это ноль на какой-нибудь на самом деле, когда мы его решим там как-нибудь, что-нибудь типа это минус это ноль, это я не трогал, я вот это проэволюционировал до нижней быстроты, ну, смысле, до быстроты в обкладок, так? Вот, а это у меня осталось своей быстротой. интеграл, когда ты интеграл у тебя вот в этот фью, у тебя входит функциональный интеграл по тем полям, которые он так считал вон там. Нет. пропагаторы твои большие от этих функциональных интегралов. я сказал, что вот это, грубо говоря, это, тут все до этого, тут все после этого, да? Замечательно. Эти я вот оставил и больше не трогаю. А вот эти я могу написать, как те, которые совсем маленькие, помножить на вот какую-нибудь такую экспоненту. и все. Вот это, это я не трогал. Это вот ровно это же, это. Я просто как это, отэволюционировал от него до низа. И все свои логарифмы с в экспоненту собрал. То, что это экспонент, я расскажу. Вот. То есть здесь я ничего не трогал. Но я разделял, естественно, так, чтобы мое это, так сказать, сокращалось в главном порядке. Все. Еще вопросы. Продолжение следует...